Лена, почему бизнес не идёт? Очень много вопросов от зрителей. И вот один из них есть конкретный. Пытаюсь развить своё дело, продаю бельё уже год. Делаю огромное количество действий, вкладываю энергию, а продажи минимальные. Доход стоит на месте, иногда даже падает. С чем это может быть связано? Возможно, по тексту, который был написан, именно у этой девушки, друзья, у всех по-разному, именно у этой девушки, она пишет, она ведёт бизнес, вкладывает в него много энергии, много действий, а результат, она пишет, минимальный, минимальный. То есть её все действия направлены на какие-то движения и действия, а прибыль туда не направлена внимания. То есть куда мы направляем внимание, то и получаем. И плюс вот здесь у неё большой объём, объём действий, которые отвлекают её внимание от прибыли. Я понимаю, что она или тот, кто смотрит на нас, скажет, не, ну как же бизнес, это же подразумевает деньги. Дело в том, что великая ошибка многих начинающих бизнесменов, что они подразумевают, что они будут получать большие деньги. Но у них здесь нет чёткой цифры дохода, допустим, в год. Какой доход они предполагали. И когда человек совершает действие, он может сместить внимание на товар, на обустройство и забыть про цифры. Тогда вы будете действительно иметь, допустим, красивый салон, кучу товара, множество кредитов, потому что вы это всё накупили. Я рекомендую вам очень чётко, очень чётко прописать цифры. То есть там, я не знаю, сколько вы, полтора миллиона предполагаете, или какую-то цифру. Относительно этой цифры посмотрите, какие надо движения сделать, чтобы прийти именно... Для чего вы делаете бизнес? Для денег. Но эта девушка нам писала, девушки часто делают для антуражек с любовью, творческий подход. Девочки, это всё верно, это всё правильно. Но ключевое – цифры. Почему чаще всего у мужчин бывает хороший бизнес? Они убирают лишние детали, и они идут к цифре. И к ней прикладывают нужные детали. Поэтому у них быстрее, лучше и мощнее бизнес. У девчонок, у кого мужской характер, они тоже детали убирают, чётко цифры – мощный бизнес. Если вы обращаете всё время внимание вот сюда на детальки, то и объём у вас большой, и вы устаете от этого объёма. А вам надо сюда. Вот это. Я вспомнила вчера разговор был как раз с мужчиной-бизнесменом, у которого доход в месяц примерно 300 тысяч рублей, но хочет он 2 миллиона. И цифра-то есть, она и записана, и так далее. Но он говорит, я не вижу никаких вариантов, что мне делать, чтобы получить эту цифру. То есть мужчины же, они проявленные бизнесмены, которые нас смотрят. Вот что делать? Ну, написал цифру. Дальше-то что делать? Ну, написал я цифру. Я скажу так. Любой бизнес, который вы сегодня будете выстраивать, вот сейчас, он уже имеет аналог. Он уже имеет аналог. Да, могут как-то детали чуть быть другими, но торговля – это уже торговля. Продажа изобретений – это продажа изобретений. Проявление там каких-то знаний – они уже имеют аналоги. Для тех, кто уже есть бизнес и предполагает что-либо, вам надо найти ту область, где кто-то удачно, очень мощно, и не на 2 миллиона в месяц, а как минимум там миллионов на 200. А, 50, да, хорошая цифра. Вот, на 50 миллионов ведет этот бизнес, на 50 миллионов в месяц оборот. И посмотреть внимательно, какие действия он совершает и что делает. И вам будут подсказки и определения. У любого бизнеса есть от 3 до 7 пунктов, которые надо делать под галочки, и этот бизнес будет работать всегда. Но, знаете, есть такая история с поварами. Почему самые лучшие повара, сейчас есть и женщины, но вообще самые лучшие повара – это мужчины. Знаете, они четко соблюдают под галочку до миллиграмма все продукты. Женщины любят приукрасить, приулучшить. И блюдо, рецептура меняется. И поэтому, действительно, мужчинам, которые определяют, какие галочки надо делать, чтобы это работало, они очень быстро поднимаются. Женщинам в этом плане немножечко... Больше творчества у них, и бывает поменьше денег. То есть надо найти аналог и посмотреть, как делает. Да. Тот, у кого есть такой бизнес. Но найти аналог того, кто 200 миллионов. Да, гораздо больше. Да. Потому что если найдет аналог меньше, ну, чему мы там научимся? Я предугадываю вопрос. Ну, вот я нашел аналог, нашел галочки. Но у него бюджет 50 миллионов, а у меня всего лишь 300. Нет проблем. Но по этим галочкам ему надо исполнять галочки по его бюджету. Но эти галочки через месяц, три или полгода дадут там, допустим, ну, 700. Он дальше продолжает делать по галочкам. Потихонечку бюджет увеличится. То есть нет смысла лезть в кредиты какие-то, займы брать. Да, как у нас вчера девушка была, да, на занятиях, которая хотела взять миллион долларов. Нет. Да, нет. Нет. То есть мы всегда начинаем по чуть-чуть с малого. Но в чем жирный плюс? Жирный. Дело в том, что когда вы начинаете с 300, у вас внутри страха нет. Ну, давайте начнем с 30, допустим, тысяч. Да, потому что для 300... 300 для... Да, да. Допустим, 30 тысяч. Ну, разумная цифра, которую вы покроете в любом случае. Даже если куда-то устроитесь на работу, по 5 тысяч будете отдавать потом. Ну, на этих 30 вы легко сделаете эти галочки. Ну, допустим, одна из них реклама. И многие скажут, что миллионы на рекламу та фирма дает, у которой, воборот, там 50 миллионов в день. Но не в месяц. Друзья мои, ну, вы можете дать рекламу абсолютно бюджетную, которая дает 30, но выйдет, выведет вас на 300. Это друзья, это какие-то маленькие местные газеты, это своя страничка в Инстаграм или на Ютуб, где-то что-то. То, что вы можете сделать менее затратно. Но в любом случае, когда у вас 30, и вы проявите себя там, 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 и сделаете какие-то розыгрыши, акции, да, чтобы привлечь клиентов, вы выйдете на эту сумму. Тогда вы уже возьмете, не сами будете давать эту рекламу, а возьмете помощника, который для вас даст эту рекламу. А за это время вы будете делать подгалочки, чтобы прийти на эту сумму, потом на эту. Ну, и в конечном итоге 50 миллионов в день. Это вкратце курс формирования событий по бизнесу? Это очень вкратце, но в любом случае это одна из частей этого курса, потому как мы этот курс будем делать с нуля, у кого нет денег. Да, и чтобы не попасть в какие-то ловушки. Даже у кого нету этих 30, да? Ну, если у кого-то нет 30, можно начать с трёх, и можно начать с нуля, потому как у кого-то есть то, что вы хотите продать. И это можно просто, если вы честен, да, и человек честен, вы можете это взять у кого-то, выставить на продажу, получить деньги, отдать часть туда, часть себе, и вот реально с нуля начать любой бизнес. Ну, это формирование событий, и тонкости, и нюансы, это там. Благодарю тебя за задержательную беседу. Спасибо. И вопросы великолепные задают люди. Если вам понравилось, поставьте лайк нашего видео, подписывайтесь на наш канал, и пишите в комментариях свои вопросы, мы с радостью их почитаем и ответим нам. И, друзья, делитесь с друзьями, близкими. Вдруг кому-то это видео, схема подскажет что-то, поможет, направит. Будьте щедрее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!